Мур, привет друг! Если ты смотришь это видео, значит хочешь научиться играть. А в этом помогу тебе я, Зверько. Игра начинается с настроек. Поехали! Перед запуском боя ты можешь выбрать карту, нажав кнопку справа снизу. Здесь лежат облики карты. Небесный дворец, рождественский карнавал, западные просторы и единственная карта в HD качестве имперское святилище. На игровой процесс карты не влияют, а приносят лишь эстетическое удовольствие. Сами настройки можно выставить и как бы нужно это сделать до начала боя, но я буду показывать на примерах. Начнем с настроек графики. У меня стоит все по максимуму, но если у тебя в бою значок пинга зеленого цвета, а игра тормозит, скорее всего не хватает оперативной памяти устройства, либо его мощности. Поэтому стоит постепенно снижать качество графики. На данный момент у меня выбрано ультра качество. Этот режим отображает боевую карту как и на высоком качестве, но и добавляет небольшие детали на карте имперское святилище. Например, лучи света рядом с местом появления и вдоль пути на верхнюю линию. Огненный шар рядом с монстрами, дающими синий баф. Рыбок в воде. Водопады на месте лорда черепахи и на центральной линии. Бабочек вокруг медведя. Глаза в норе. Птичку, которую мне не удалось заснять. Сломанный фонтан рядом с монстром красного бафа. Возможно, со временем добавят что-то еще и какие-то эффекты навыков. Но даже кнопки ультра качества нет на некоторых моделях телефонов. Я уверен, что введу чуть позднее эту кнопку и для них. Выбирая высокие настройки графики, просто убираются визуальные эффекты, которые я перечислил. Снижая до средних и низких значениях графики, качество и обработка самой карты, обликов персонажей и их спецэффектов упрощается, понижая нагрузку на телефон. Учти, что выбирая низкие настройки, игра отключит отображение единиц урона, но ты можешь самостоятельно включить бегунком. Первый переключатель. Контуры. Он добавляет серый контур на персонажей, который хорошо виден при входе в кусты. Включать или нет на твой выбор. Я отключаю, потому что мне он просто не нравится. Высота камеры. Очень важный переключатель. Если выставить на значение низкое, то камера довольно сильно приблизится, ограничивая твой обзор. А он очень важен в нашей игре, поэтому обязательно оставляем значение высокое. Вибрация навыка. По описанию, этот переключатель должен отключать тряску экрана от некоторых навыков, например, ульты Бальмонда. Но на самом деле влияет лишь на вибрацию в момент, когда бой найден. Чтобы не пропускать подтверждение, ставь бегунок в положении вкл. Режим HD. При включении улучшает графику за счет производительности. Если игра у тебя и так плавная, можешь включить. Режим HFR. При включенном режиме игра ограничивается 30 кадрами в секунду. Если включить, то повышается до 60. И движение героев становится плавнее. Включение нагружает проц. Но довольно важно видеть более плавные движения. На них человек реагирует быстрее и четче. Тень. Добавляет тени к персонажам. Я считаю это излишек и лучше отключить. Это не атмосферный 3D экшен, чтобы наслаждаться игрой святые тени. Далее уже знакомое отображение урона. Конечно, всегда должно быть включено. Фильтр дальтонизма. Сразу поясню. Я не дальтоник. Это настройка маленькая цветовая коррекция для полоски ХП. Например, у Иксборга. Когда коррекция выключена, полоска жизни становится зеленой и наполовину светло-коричневой. Теперь, находясь в кустах, зеленое ХП сливается немного с травой. А коричневый щит с листвой и дорогой. Пока ты смотришь прямо на героя, все в порядке. Но если тебе нужно контролировать ситуацию на карте или где-то сбоку, то для бокового зрения эти цвета сливаются с окружением. Включаем эту коррекцию и видим, что ярко-желтый и фиолетовый отлично контрастируют с картой и хорошо видны для бокового зрения. Поэтому эта настройка у меня включена. Последний пункт в графике. Оптимизация частоты кадров. Переключение не очень заметно, но по идее ухудшает эффекты навыков, что снижает нагрузку на процессор. У меня обычно выключен, но если у тебя в течение боя все нормально и начинает тормозить в массовых боях, то лучше включить. Следующий пункт. Звук. Тут все просто. Музыка по желанию, звуковые эффекты лучше включить, поскольку можно частично ориентироваться на звуки. Например, включение ульты Джонсона или Хелкарта, когда он неподалеку, либо когда противники мучают лорда. У меня выключено, потому что постоянно верещат герои, а это меня отвлекает. Громкость в игре. Это игровые эффекты и музыка. А громкость голосового чата, это чтобы лучше слышать союзников, если ты включил голосовуху. Для этого нужно, чтобы голосовой чат был, во-первых, включен. Вон, внизу бегунок. Он ставит рядом с картой два значка. Слышать голосовой чат и говорить. Переговариваться могут только союзники. А если выбрать значок голосового с небольшим флажком, то будешь общаться лишь с друзьями, которых ты взял в партию перед началом боя. Рядом со значком микрофона будет цифра участников, использующих голосовое общение. Возможность координироваться голосом – это хорошее усиление команды. Но, к сожалению, его чаще используют, чтобы посраться друг с другом, успешно отвлекаясь и проигрывая бой. Я для связи использую приложение Дискорд, и это не реклама. Голос героя. По умолчанию, герои говорят на английском. Также можно подкачивать звуковые файлы, чтобы герои чирикали на японском. На момент выхода ролика русской озвучки нет, но у меня была рубрика переозвучки. Можешь посмотреть на моем канале. Текстовый чат. Позволяет отключить поле чата. Ты не сможешь писать в чат, а также не будешь видеть, что пишут другие. Лучше держать включенным. А вот с чего дельного напишут. Перевод текстового чата. Автоматический, переводит написанное на иностранном языке. На твой выбранный язык интерфейса. Чуть позже покажу и его. Настройки сети. Быстрый режим. Включение этого пункта заставит игру обращаться к игровым серверам чаще, для более низкого пинга. Лучше включать, если играешь на безлимитном или с Wi-Fi. Переходим на вкладку управление. Тут у нас метод наведения. Полностью свободный и максимально бесполезный. У тебя остается только кнопка автоатаки, а сама система решает, кого ты хочешь атаковать. Крайне не рекомендую. Дополнительный метод добавляет две кнопки. Верхняя кнопка позволяет переключать прицел между вражескими героями. Нижняя между крипами. Тоже бесполезный метод наведения. А вот продвинутый – это наш выбор. И вот почему. Автоматический приоритет автоатаки – это вражеские герои в радиусе атаки. Нижняя кнопка и твой герой, игнорируя противника, будет бить крипа или лесного моба. А порой добить черепаху важнее, чем воевать с врагом в эту секунду. Ну а верхняя кнопка для атаки башни, игнорируя другие цели. Очень важная кнопка, особенно когда борьба идет за трон, то бишь за победу. Приоритет прицеливания. Чаще всего выбирается наименьшее количество очков здоровья. То есть автонаведение будет концентрироваться на том противнике, у которого количественно меньше хп. Если выбрать наименьший процент очков здоровья, то система будет считаться не с числами хп, а грубо говоря с полоской хп. Обычно нужно для тех героев, которые нацелены на уничтожение танков. Ближняя цель. Этот пункт для тех героев, которым выгоднее бить ближнюю цель. Например, можно включить для Москова, поскольку он поражает противников за спиной основной цели. Пока ты новичок, включай наименьшее количество очков здоровья и не парься, потом разберешься. Режим захвата героя. Добавляет иконки героев противника, которые находятся рядом. Нажав на иконку, ты закрепляешь наведение на этой цели. И порой полоска, которая тянется к противнику, немного подсказывает, где он. Например, если ты выше противника и обзора не хватает увидеть, где он там внизу. Ты сможешь прицелиться по этой линии. Кроме того, иконки отображают, сколько примерно осталось здоровья у цели. И если у цели менее 30% хп, то иконка краснеет. Держим режим захвата героя включенным всегда. Теперь объединим несколько настроек. Это автоматическое улучшение навыков и автопокупка. Ниже. Можно поставить, через какое время система произведет автоматическое улучшение либо покупку. Зачем это надо? Например, когда воюешь активно и получаешь уровень, ты не успеваешь ткнуть на улучшение или покупку, оставляя это на потом, тем самым немного не используя доступный ресурс. Или не хочешь на это отвлекаться совсем. Тогда включаешь эти опции и через установленное время сам компьютер будет выбирать, какой навык надо улучшить и какой предмет приобрести. С возросшим опытом рекомендую эти опции отключить. Фиксированная позиция джойстика. Если отключить, то джойстик образуется у тебя под пальцем при нажатии. И чуть-чуть оттянув его в сторону, твой персонаж побежит. Если включить фиксированную позицию, то джойстик всегда будет на одном месте. И при нажатии герой сразу начнет движение. Для более динамичной игры лучше включить эту опцию. Чувствительность джойстика навыков. Это как чувствительность мыши. То есть, если поставить низкую чувствительность, то прицеливаться будет легче, но больше двигать пальцем. А при высокой настройке есть шанс промахнуться навыком, которым нужно целиться. Когда ты не нацеливаешь, а просто нажимаешь навык, твой герой выстреливает навыком в захваченную цель без упреждения. Опцию выставляешь как тебе удобно. Прерывание навыка. У нас в игре теперь есть две отмены выбранного навыка. Первый способ. Перевести палец, не отпуская на кнопку отмена. Второй способ. Это тянуть навык в любую выбранную сторону, но очень далеко. Попробуй оба способа и выбери наиболее удобный для тебя. Настройка перемещения камеры. В игре можно глядеться вокруг и продолжать бежать. Для этого есть место над навыками и под счетом. Ставишь палец и вводишь в нужном направлении. Очень полезно привыкнуть к такому способу обзора. Например, бежишь на помощь Fight и тебе нужно посмотреть, сколько у кого осталось хп и вообще стоит ли туда бежать. Также настраиваешь на свой вкус. Интерфейс. Отвечает за позицию икона героев при выборе героев перед началом матча. Не очень полезно, потому что недавно купленные герои он все равно ставит не на первое место. Теперь зайдем в настройки вне боя. Тут можно дополнительно отключить опцию поделиться скриншотом, потому что она нафиг не нужна. Выбрать нужный язык интерфейса. Распознавание сети. Сделать проверку соединения, но оно как-то странно работает. Проверить целостность игры. Очистить игру от временных файлов, то есть кэша. Сделать тест производительности, но тут то же самое, что с проверкой соединения. Фиг знает, работает ли. Параметры обновления. Тут выбираем при подключении к какой сети игра будет обновляться. Ну и последняя кнопка покинуть игру. Вот и разобрались с тобой базовые настройки, мой друг. У меня на канале ты сможешь найти гайды, советы, хитрости игры, истории героев и многое другое связано с механикой боя и лором игры. Если видео и игра тебе понравились, обязательно подпишись и следи за новыми видео. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok